В нескольких своих материалах я упоминала очень интересный факт о том, что во дворце Топкапы во времена правления султана Сулеймана использовался особый язык для общения, а именно язык жестов. На эту тему я прочитала мнения разных авторов-историков, и большинство из них полагают, что этот язык безмолвия Сулейман считал особенно царственным и достойным себя, поистине королевским. Многие считают, что тишина накрыла дворец Топкапы после смерти Хюрем-Султан. В знак траура по ней султан запретил всем разговаривать и смеяться, но это отнюдь не так. Язык жестов был введен султаном гораздо раньше, в 1522 году, а правил он с 1520 года. Но зачем? Давайте разбираться. На пике расцвета Османской империи при Сулеймане Великолепном правил в 1520-1566 годах во дворце Топкапы проживало 4000 человек, и большинство из них были рабами, поскольку рабство в империи, к сожалению, было легальным. Большинство рабов во дворце Топкапы были захвачены из христианских территорий, завоеванных Османской империей. При империи почти каждая страна была завоевана в результате агрессивной войны, и многие пленники стали рабами. Османский Великий Визирь, второй по влиятельности человек после султана, одно время возглавлял иерархию дворцовых рабов. Султан назначал Великого Визиря, и только султан мог его уволить. Главный советник Великого Визиря оценивал порабощенных в соответствии с критериями, установленными султаном. Один из критериев требовал, чтобы порабощенные приняли ислам. Те, кто соответствовал критериям, были вынуждены покинуть территорию, где они были захвачены и доставлены во дворец Топкапы. Как только они пребывали во дворец, то начинали свое обучение. Кстати, жители завоеванных христианских территорий, которые были порабощены и приняли ислам, часто освобождались после нескольких лет службы, поскольку такое освобождение считалось благочестивым поступком со стороны рабовладельца. Здравый смысл подсказывает, что им явно не нравилось быть рабами и что они приняли ислам как способ выжить. Рабы-новички обучались чтению, письму и разговорной речи на османском языке, после чего их направляли на службу к султану. Учебная программа включала изучение Корана, арабской грамматики, уроки молчания, язык жестов, юриспруденцию, персидскую литературную классику и различные формы профессиональной подготовки. Их также учили дрессировать охотничьих собак и соколов. Во дворце Топкапы была своя больница, прачечная, монетный двор, пекарни, парикмахерские, швейная цеха. Там также трудились исключительно рабы. После того, как обученные рабы, ставшие пажами, людьми, работавшими слугами империи султана, завершили свое обучение в различных покоях и доказали свои навыки и верность на службе султану, они, наконец, были готовы занять высокие административные посты в Османской империи. Но остановимся на языке жестов. Его во дворце османских султанов до султана Сулеймана не использовали. Пока в 1522 году к нему в услужение не попали два немых брата, использовавшие для общения как раз-таки этот язык. Сочтя эту форму общения очень уважительной, султан приказал использовать язык жестов всем пажам, прикрепленным к его личным покоям. Для глухих людей их руки – это их голос, их глаза – это их уши. Профессор Гарварда Гулру Неджипаглу в своей книге «Архитектура, церемониал и власть. Дворец Топкопы в XV и XVI веках» упомянула, что В 1527 году Сулейман отказался говорить и стал использовать немые знаки вместо слов. Только трем любимым пажам было разрешено обращаться к нему словами, остальные могли общаться только знаками. Некоторые историки считают, что одной из причин такого внимания к языку жестов был тот момент, что сам султан Сулейман был немного глуховат, имел некоторые проблемы со слухом. В Топкопы были так называемые глухие помещения. Их визуальное отличие – множество окон. Эти комнаты были очень светлыми, чтобы люди могли хорошо видеть жесты друг друга. По словам профессора Неджипаглу, для общения и привлечения внимания использовался посох. Например, чтобы дать команду отойти ко сну, главный в покоях стукал этим посохом об пол. У кого со слухом было все в порядке, слышали удар и понимали, что пора ложиться спать. А кто не слышал, тот чувствовал вибрацию пола и тоже все понимал. Глухонемые рабы вообще очень ценились. Но бывало, что доставляли неудобства слышащим жителям дворца. Слишком шумели, выполняя какую-то работу. И если они находились на втором этаже, то слышащие из первого этажа могли постучать метлой или чем-нибудь по потолку. Глухие чувствовали эти удары и понимали, что слишком расшумелись. После смерти султана Сулеймана традиция использования языка жестов сохранилась еще несколько десятков лет. Абсолютно точно известно, что пользовался языком жестов и султан Ахмед I, и его сын султан Осман II. В 1605 году французский дипломат Гендри де Баво сообщил, что этот язык жестов назывался ишарет, в переводе знак, и использовался во дворце в качестве второго языка. В 1600 году британский строитель органов Томас Далам доставил в подарок султану Мехмеду III музыкальный инструмент от королевы Елизаветы I и наблюдал при султанском дворе около сотни слуг, лишенных способности разговаривать вслух. Три года спустя, в 1608 году, венецианский Байло, высокопоставленный дипломат, Атамин Бон, писал, что султан и его пажи общаются на языке жестов, чтобы соблюсти серьезность, столь присущую туркам. И то, что они выражают немыми знаками, это больше, чем обсуждается вслух. То же самое происходит с Трити Дам, поскольку это очень древняя обычаь сираля – желать и иметь как можно больше немых. Девять лет спустя, в 1617 году, язык жестов и принцип молчания, предписанный Сулейманом, превратились в обязательный атрибут королевского достоинства, когда султан Устафа, правил в 1617, 1618 и 1622-23 годах, отказался изучать его, его раскритиковали в зале Общественного Совета Стамбула. Те, кто высказал свою жалобу, сочли недостойным для султана использовать обычную речь янычар, рабов и простых торговцев, и согласились, что султан никогда не должен сам разговаривать, а должен заставлять людей дрожать от своей необычайной серьезности. Поскольку султан Устафа отказался изучать язык жестов, этот язык постепенно пришел в упадок и использовался все реже последующими султанами.